Говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но я хочу посмотреть, как друзей нашего города кормят у нас здесь, в столице Урала. Давайте начнем вот с такого кафе «Друзья». Как говорится, чемодан, вокзал, кафе. Проверить привокзальное заведение общепита мы решили не случайно. Ежедневно именно здесь проходит большой поток людей, у которых в планах точно нет отравления. Смотрите, курица, на ней уже вот плесень. Вот плесень, вот плесень. Может, покушаете и выдаст? Нет, я... Смотрите, в каком состоянии она. Нет, она жир, это замерзло, поэтому он не используется. Вы считаете, что как бы это нормально, да? Ну, вчерашний, я не говорю, что нормально. С этим заведением мы бы приятелями не стали. Нарушение товарного соседства, антисанитария, отсутствие санкнижек. Короче, полный протухший фарш. Ну, здесь по-настоящему все как для друзей. Залежавшаяся картошка, уже немножечко подпорченная курица. Но все-таки друзья же поймут, что надо это все доедать, чтобы совсем не испортилось. Не успели посетить одно заведение, как другие тут же закрылись. Набухучет, наверное. Скорее всего, там мигранты. Скорее всего, там нет санитарных книжек. Там грязь, там бардак. То есть, если заведение закрывается при виде проверяющих, им есть что скрывать. И находясь на привокзальной площади, это ворота миллионного города, столицы Урала, надо Роспотребнадзору и прокуратуре обратить более пристальное внимание на эти места. Потому что если отравиться один, то снимать с маршрута придется весь вагон, а то и поезд. Идем дальше. И опять извечные вопросы. Кто такие эти санитарные книжки? И зачем нужен доктор, если я здоров? Но, будем честны, не все потеряно. В последнем из трех заведений кухня нас даже порадовала. Ингредиенты успеха просты. Вести бизнес законно, соблюдать все правила и обязательно использовать известный всем секрет. От души готовы. Только от души никаких специй не добавляете? Нет. Вот он, секрет настоящий. От души и руки мыть, да? Да. Правильно. Я считаю, что вообще нужно сделать какой-то реестр недобросовестных предпринимателей и больше им не давать лицензию, такую возможность торговать. Потому что есть много людей, которые хотят зарабатывать деньги, которые хотят давать людям хороший продукт. И я думаю, таких предпринимателей нужно поддерживать. И вообще это должна быть планомерная работа. Мы совместно с администрацией, с общественностью этим занимаемся. Ну а чтобы ваши гости всегда прятывали себя уютно, нужно кормить их как дома и подходить к своей работе ответственно. Ну а с вами посмотрели, насколько же гостеприимны у нас Екатеринбург, Ирина Дедюхина и Иван Попов. Сабуция ОТВ.